Всем привет! Мы сегодня проснулись мега поздно. Я сама сегодня встала с самого утра, потом выпила чай, так как нету кофе, и легла снова в кровать. И вот сейчас вот проснулась и понимаю, что как надоела эта погода. Кто-то там говорил, я должна Бога благодарить за дождь. Да сколько же уже можно этих дождей? Холодина. Конец мая месяца, на улице 8 градусов тепла. Это уже не серьезно, это печально, это обидно. Плюс этот карантин, и меня не видно, плюс этот карантин, который выбил всех просто из колеи. Никуда не пойдешь, нигде не побываешь, сидишь в этом заточении, уже крыша едет не спеша. Реально едет крыша не спеша. Сейчас надо разбудить Киру, у нее начинается английский. У нее как-то так сегодня английский. В 11 часов школьный, а в 12 часов английский курсы. В общем, все вместе. Девчонка уже одна проснулась. Вера, доброе утро. Кира, просыпайся. А я пойду в магазин, собак оставляю дома, к сожалению, потому что идет дождь, и, как вы знаете, они гулять не пойдут. А мне нужно пойти купить кофе и булочек, чтобы сделать бутерброды. Если нету моих любимых итальянских, то тогда придется купить. Вспомнила, как называются кругленькие по три копейки булочки, малятка. Доча, 9.57. Просыпайся, чтобы ты успела хотя бы подготовиться. Давай. Кира. Хорошо, хватит ее трогать. Так, ладно, собираюсь, иду, выйду на улицу, противную, вредную, мокрую, холодную также. Вот, и приду домой и наслажусь кофе, потому что я не могу без кофе с утра, просто не могу. Опять я пришла на кухню. Идемте одеваться. Ой, какая грязь, сырость. А я еще специально не взяла зонтик. Я решила с дождем поиграть в игру. Пусть он меня мочит. Вообще капец. Катастрофа. Хорошо, магазин близко. Не хочу с зонтиком ходить. Вы знаете, вышло на улицу, вроде бы не сильно холодно, но мокро. Он просто идет, 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 идет и не перестает. Вот, сегодня, в общем, будет у нас дома день сидения, лежания и, наверное, вот такого. Посмотрим. Улыбаться надо. Боже, какая бы ни была погода, надо улыбаться и идти в магазин. Все купили. Главное, теперь быстренько домой выпить кофеечек. У меня просто без кофе прям реально голова болит. Я чувствую себя вот как будто не проснувшись еще. И какой-то не Машей. Тяжело очень. Что, моя ты, Русенька? Так, что я с утра купила? Вот мои любимые булочки. Итальянские. Они очень классные, безумно вкусные. Особенно на гриле. Потом я захотела очень сильно милины. И сыра купила. Сюда покупала российские, но не было второй упаковки. Пришлось купить кантри. Попробую. Кофе. Выпьем. И еще одна милина. А, еще купила три сникерса. Смотрите, какие сникерсы интересные. Я сначала подумала, что это не сникерс. Андерго. Нет. Андердог. Даже не знаю, что это такое. В общем, потом здесь то же самое. А здесь у нас написано шлёцик. Очинить. В общем, еще таких сникерсов купила. Так, все. Теперь можно готовить завтрак. Да, Терусенька? Завтрак готовить. Терочка уже у нас позавтракала с утра. Мне сделать кофеочек. И потом, может быть, милин. Ну, не сейчас, конечно, но попозже. Полежи пока здесь. Меня подразни. Помыть еще нужно посуду. Да-да-да. Что там наша Кира? Кира, я вижу пока только твои ноги. А ты обещала уже проснуться. Я проснулась. Где? Где ты проснулась? Вот это? Нога проснулась? Я с лесом наживаю, то частично, да. Она проснулась, Веря? Доча, давай. Я вчера после леса перестирала всю свою одежду, потому что она так пахла костром, а теперь она пахнет приятненько. Доча, просыпайся. Я забираю тебя одеяло. Ладно, одеяло не забираю. Забираю отсюда компьютер. Идем кушать, готовить. Потому что девчонки-то голодные. Их надо накормить. Правда? Детей кормить нужно. Приступаем к готовке. Кофе. Кофе. Мое кофе. Кофе. И чаек для девчонок. Но потом уже пойдут бутерброды. Бутерброды. Бутерброды, вы знаете, как я делаю, поэтому тут не секрет. Разрезаю, кладу сыр, кладу на гриль, включаю, дожидаюсь, выключаю и готово. Вот. Так что чай пока готов. Сейчас сделаю быстренько им бутерброды. Попробую из этого сыра. И себе, кстати, тоже сделаю. Так, а этот сырочек можно положить. Все. И компьютер включить. Снег, ты как свинтус поел. Ну, серьезно, как свинтус. Видите, я пеленки даже не убираю. Отклала их, отсунула их к стенке. Пусть лежат, потому что собаки сегодня вряд ли погуляют. В течение дня сегодня обещают дождь, дождь, дождь и дождь. Целый, целый день. Все, включаем друзей. Делаем вкусняшку. Это у нас, знаете что? Это у нас сырочек. Я его не убираю. Люблю с гриля забирать сыр. Маша, ты опять занялась не тем, чем нужно. Нужно заниматься бутербродами. Так, ну, бутерброды я делаю, как я вам уже сказала, очень просто и легко. Одна булочка. Вторая булочка. Интересная булочка. Вот так вот комплект булочек уходит на один завтрак. Точно так же, как и сыр. Одна упаковка сыра практически уходит на один завтрак. Разрезаю пополам. Снег на меня смотрит издалека. Видите его? Хвост один торчит. Вот, таким образом. Потом ничего сложного. На самом деле ничего сложного, но получается очень просто. Теперь берем сыр. Булочка открывается. Сыр ложится. Булочка закрывается. Открывается. Сыр ложится. Булочка закрывается. И здесь точно так же. Есть. И теперь это все на грильницу. Один. Второй. И третий. Не знаю, даже поместится ли. И переди. Так, все поместится. Закрываем. И включаем. Теперь ответственно ждем приготовления бутербродов. Какая я молодец. Видите, как все. Просто мама золотые ручки. Маша золотые ручки. Еще сегодня я хочу сделать кабачковые блинчики. У меня два кабачка лежит. Уже достаточно долго. Нужно, в общем, использовать и сделать все. Сегодня кабачковые блинчики с чесночком, со сметанкой. Как я вчера говорила, перфекто. В общем, ладно. Теперь я пью кофе, ребята. Я наслажусь немножко утренним кофе. Потому что это обалденно. Это ни с чем не передать. Вкусно. Завтрак готов. И даже у меня тоже есть бутерброд. И даже у меня есть кофе. Это очень круто. Кира, ты опять уснула? Кирчик. Давай, Зая, завтрак уже на столе. Слышишь меня? Да. Тебе дать мой халат? Дать? Вот, теперь я знаю, кто будет мой халат одевать. Кстати, сегодня он очень актуальный. Держи. Тепленький халатик одевай. С ушками. Какая? Перележала, Зая. Просто отлежала. Ты посмотри, как ты ее там отлежала. Держи. Зайка, там ничего нет. Там ты просто что-то отлежала. И все. Держи. Я закрою балкончик. О, уже кто-то тут оставил свои следы. Кира, просыпайся, дочь. Серьезно, малышка. Во-первых, уже 10.34. Тебе нужно успеть позавтракать. Верка, на столе завтрак. Окей. Идемте. Кирюшка, я тебя жду. Что ты там кричишь? Слышишь. Что ты кричишь? Окно открывай. Вот это типа окно. И снег такой, стиль такой. Он там за мушкой за какой-то бегает. Что-то он там делает. Пытается кого-то словить. О, ну как тебе мой халат? Тепло и классно. Идемте завтракать. Ну и что мы по утрам всегда говорим? Всем, кто кушает, приятного аппетита. Хорошего настроения. У кого прекрасный солнечный день, тому прекрасного солнечного дня. И не болейте. У Кирюхи уже начался английский язык. Леруська от нас уже уходит, собирается. Кирюшка уже занимается. В общем, у нее сегодня долго будет английский длиться. Накладно сегодня произошло. То, что один, второй, третий, все, все одно время получилось. Я сейчас, наверное, буду делать все-таки блинчики из кабачков. Надо эти кабачки уже использовать. Потому что если я их не использую, они просто-напросто испортятся. Поэтому блинчики, блинчики, нет. Не буду делать я блинчики. Знаете почему? У меня нет чеснока. А без чеснока это невкусно. Поэтому откладываю их на завтра. А чеснок я не пойду сейчас покупать. Дождусь все-таки, когда немножко, может быть, закончится дождь. Потому что он льет, 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 льет. И не хочет никак останавливаться. Я вот думаю, что я, наверное, сейчас попробую себе сделать маникюр. У меня вроде ногти уже немножко восстановились. Перестали слоиться. Уже отросли новые. Поэтому думаю, что можно будет попробовать. Может быть, не гей-лаком, а обычным лаком. Сейчас, если я найду какой-то обычный лак, то, возможно, им себе накрашу. Потому что хочется уже ноготочки какие-то другие. Ну, опять же-таки, сейчас я посмотрю. Это если я лак найду. Потому что у меня, по-моему, лаков обычных и нету. Только гей-лаки. А гей-лаком пока еще не очень хочется. Резиночка. Так, Верка, ты уже наделась? Веру позвать? Вер, тебя Кира зовут. Так, все, Верузька уходит. Угу. Все, мне просто будет скоро английский тоже будет. Видишь, у всех сегодня день английского языка. А в понедельник день тяжелый. У всех английский язык. Все, я молчу. Это уже 10 сообщений. Это, значит, уже 210 сообщений. Я записываю тут 210. Чтобы не забыть. А с кем ты общаешься? Сейчас снимаю видео. Блог снимаешь? Да. Мама, я решила попробовать. Что, если написать 200, даже больше сообщений? И я написала 210 сообщений. А куда ты написала? Веря. За один раз? Нет. А с ответом или просто сообщений? Мама. Ого. Ого. Я пересчитала. Раз. Вот эти я не считаю. Если я эти еще считала бы, то было бы больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Десять, десять, двенадцать, тренадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать. Слушай, да подожди, не считай. Ты мне скажи. Ты ее заспамила там со всеми своими сообщениями? Раз, два, три, четыре. Она тебе на это ответила? Раз, два, три, четыре. Нет еще? Она будет в шоке. Так, у нас через 4 минуты следующий урок будет, вернее, у Кирюшки будет следующий урок, потому что я попросила учительницу с курсов, чтобы чуть-чуть сегодня попозже начался. 60, мам, уже 60. Да, чтобы сегодня начался попозже английский, так как мы просто не успеваем, накладка идёт школьного английского и английского на курсах. Доча, должны уже где-то начинаться, так что давай, смотри. Ребят, я ещё раз... Именно для вас не буду прочитывать. Кира снимает влог, представляете, Кира снимает влог. Все очень много спрашивали, почему Кирюшка не снимает. Но на самом деле, смотрите, я снимаю влоги, и Кира не будет снимать то же самое, что снимаю я, поэтому она старается снимать то, что лично у неё происходит. Ну а когда она на улице с подругами, она не снимает, потому что не все хотят, не все понимают. Ну, в общем, я уже много раз об этом говорила, а плюс они сейчас вообще там какие-то разлады пошли в их отношениях с некоторыми друзьями, поэтому как-то так. Вот, она снимает только то, что дома. Что, ещё учительница не звонит? Не звонит. Мам, тебя звонит, не прошло. Не звонит. Кира постоянно меня исправляет. Звонит, звонит. Я постоянно говорю, какая разница? А Кира говорит, большая. В общем, вот так вот, ребята, день, сколько, тища? Не знаю. Сейчас, наверное, просто найду какое-то кино, да будем смотреть, когда у Киры уже... Не, зайка, ты и туда. Нет, я там. Кира решила отдать мне комнату. Ну, раз она мне отдаёт комнату, значит, я иду, забираю здесь планшет, вернее, компьютер. Всё это забираю, иду себе включаю, какое-то прикольное кино, и буду всем отвереть, да? Что ещё никак не звонят? Не звонят. Странно, не звонят. Да какая разница? Вот какая разница? Скажите мне, пожалуйста, как будто никто не понял, что я сказала. Все понимают. Это мне так нравится, когда начинают исправлять. Не звонят, а звонят. Не одеваю, а надеваю. Не ложить, а класть. Боже, ребята, знаете, мне кажется, это не столь важно вообще в жизни, вот это вот исправление каких-то слов. Потому что в любом случае вы всё равно поняли, что хотел кто-либо сказать. Поэтому вот это вот исправление и делание, что я такой умный, это круто, что есть такие умные. Но даже эти умные иногда делают очень глупые ошибки. Так, всё. Кира занимается. Я включаю. Я включаю какое-то кино и буду валяться. Реально буду валяться. А что делать? Ну, вот реально, что делать? Ну, только посмотрите на эту погоду. Ну, вот что. Ну, посмотрите, какая гадость. Видите? Вот так вот будет целый день. Короче, не выйти, не пройти, ничего. Просто ничего. Скукотища. Берзобакость, мокрость и бякость. Смотрю я панцанок. Здесь у меня лежит Жантьюська. Тут у меня лежит Ируська. Там вон лежит снежок. А Кирюшка там английский у неё. Я заказала еды домой. Потому что не хочу идти в магазин, не хочу ничего делать. Когда такая погода, у меня начинается конкретная апатия. Ключи, я заказала супов. Я заказала картошки. Я заказала курицы. Я заказала свои любимые спагетти. В общем, дождусь. Будем с Кирой обедать. Ужинать. Да и всё, ребят. Реально всё. Я не знаю. Даже вот... Подожди, дай мне секундочку. Думала, что вот выйти с собаками уже погулять. Думала, может быть, дождь закончился. Да нет. Он всё идёт, идёт и идёт. Никак не хочет заканчиваться. Никак не хочет. Что я могу вам сказать? Печаль. У меня сейчас блог можно так и назвать. Блог Печаль. Кира уже мне пишет смс-ку. Сидит, занимается и мне пишет смс-ку. Мама, о чём у меня так долго английский идёт? Это уже должен будет закончиться. Я говорю, он уже у тебя начался в 12.30. Час 30 и заканчивается. А сейчас уже час 33. Не знаю, может быть, чуть попозже закончится. В общем, она сегодня на английском сидит 3 часа. 3 часа у неё сегодня занятия с утра. Ей ещё нужно будет сделать кучу уроков школьных, ну, на английских, чтобы поздавать. Сейчас уже не задают домашку. Вот сегодня пришла домашка чисто прочитать. То есть не без сдачи. Её нужно сделать, но сдавать преподавателю не нужно. Вот, уже книжки позаканчивались. Единственное, никак никто не скажет, когда уже начинаются каникулы. У нас вот у Верочки, которая сегодня у нас ночевала, у них уже выставили оценки, уже полностью озвучили, как они закончили учебный год. И учительница с ними попрощалась. Это у нас школа вот рядышком. А в нашей школе пока ещё ничего не заканчивается. Вроде бы, как сказали, что до 30-го числа. То есть ещё вот эта вся неделя, получается, будет, да? Сегодня у нас что? Понедельник, 25-е. 26-27-27. Да, ещё целая вся неделя. Что? 7 дней до лета. 7 дней до лета. Закончились у неё уроки. Говорит, 7 дней до лета. Да, Кира? До лета 7 дней, а на улице у нас осень. Всё печально. Что случилось? Что случилось? Что ты не можешь? Не могу, я не могу. Ну, так, Кирюшка, у тебя, кстати, завтра ещё на 9 утра английский. Ты знаешь, во вторник же завтра. А что тебе в школе задали? Учительница. Ну, ничего учительница не говорила? Нет. Значит, только то, что она сбросила, да? То, что она сбросила, надо будет сегодня хотя бы половину отправить ей. У нас следующий урок будем увидеть. У нас следующий урок это завтра, да? Да. А что вы будете делать? Мы будем делать домашку. То есть, страничка, которую нам отправили, будем проверять. Кто мы сделал, будет делать. Значит, тебе нужно сделать, чтобы ты не была, не сделавшись домашку. А я всегда так делаю. Я её не делаю, а потом прихожу и думаю, перед уроком, короче, смотрю, как что устно, а потом, когда дети пишут, я тоже отвечаю и записываю. Ты сделай, пожалуйста, лично для меня, Киричка, три страницы. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас. Ты сейчас отдыхай, потому что она сегодня уже и так три часа просидела за английским. Без перерыва, да. А завтра у неё, опять же, школьный английский, но уже на девять часов утра. И ещё будет один в четверг. Наверное, это уже будут последние уроки. И всё. Кирюшка, я заказала еды. Я заказала картошки, я заказала супа, я заказала себе лапши. В общем, вот так вот. И надо пойти с собаками погулять. Мамочка, помоги мне. Чем? Преврати меня в теру. Вот бы послушная. Трах-тиби-дох-тиби-дох-тиби-дох. Пух. Считай, что ты уже поменялась с ними. Да, Кирюшка? Поменялась? Кирюшка. А я хочу чего-то попить. Наконец-то Кира просто освободила мне кухню, и я могу сюда зайти. И сделать себе кофеёчек. Опять я буду пить кофе, да, ребята? Вот чем вы занимаетесь, когда такая погода на улице, когда никуда не пойдёшь? Вот что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Как вы себя развлекаете? Уже настолько всё надоело. Уже надоели фильмы. Уже надоело всё. Уже хочется чего-то другого. Вчера был просто прекрасный день. Мы сюда целый день привели в лесу. Вообще целый день привели в лесу. Классно было. День пролетел. Сегодня, ну, правда, уже полвторого, но всё равно. Вот только хожу я и ною, что мне скучно. У нас сегодня день нытья. День нытья. Мама сегодня скукота. Да, Кира? Да. Так, а что тебе задали на курсах? На курсах ничего. Сказали, что понимают. После одних дней сказали, что ничего не задали. Не задают. Понимают? А, типа, что понимают, что школа сейчас и напряжение идет сильно, да? Я поняла. Ясно. Ты не хочешь мне мой халат отдать? Нет, не хочу. Ребята, вот мне халат подарили, да? И этот халат мне не отдают. А сейчас вам говорю очень сильно актуально. Так прохладненько. Ладно, в халат не отдают. Пойду я кофе себе делать. И пойду, наверное... Дождь идет. Да, дождь идет еще. А, так, пойду я все-таки на балкон выйду. Проверю на балконе, идет ли дождь. Потому что вроде бы как из деревьев капает. И вроде бы как нет. А если он сейчас не идет, то можно быстро сходить с собаками погулять. Ну, такой мелкий, неприятный. Но можно выйти сейчас с ними погулять, да? Ладно, тогда я сейчас быстро выпиваю кофе. Иду выгулю собачек. Потому что они уже просто требуют. Хотя это и вообще все равно. Но Шанти нужно выгулять. Шанти будет терпеть просто до последнего. А, Тера! А Тера хочет кушать. Нет, Терусю, кушать ты не будешь. А Маша будет кофе пить снова. Уже кофе я купила, уже могу им напиться. Сколько хочу. Сколько хочу, сколько могу и пить его. А потом сердце у меня будет из груди вырываться. А, Кира, слышишь, Кир? Лера приезжает сегодня? Лера сегодня приезжает? Я приезжаю завтра утром. Завтра утром? Утром-мутром. А на сколько она приезжает? Она сейчас маме помогает. Она напишет, так она у меня спросит и поскорит. Вы же сюда придёте, челлендж будем снимать? Мы же ждём Леру, чтобы снять челлендж. Я просто перед Лерой всплакала. Лера, привет! Она рассказала родителям, и родители сказали, что в втором привет. Я поняла, потому что мы ждём Лерочку, чтобы я их снимала, а они снимали челлендж с пластилином, да, челлендж который? Угу. Да? Ой, смотри, тут можно в карман залезть, в халат залезть, руку засунуть. Кто-то в халат одевает, а кто-то руки засовывает. Мама, мама, иди сюда. На самом деле кальмары вот такого цвета. А серыми не становится только после смерти. А я даже не знала, что кальмары на самом деле серого цвета, и только после смерти они становятся, вернее, чёрного, а после смерти белые. Вообще лучше, лучше не умирать. Так, всё, ладно. Кофе, собаки. И сейчас уже курьер должен с едой приехать. Да, будем с Кирой. Как бы уже обедать. Почти два часа. Семейная идиллия. На Тера залезла, Санди, Кира. Все сидим на одном месте. Как кто мы, Кира? Нам семечек не хватает. И как старушки бы ещё семечки жевали. Да, Кир? Не хочешь сходить в магазин? Нет. Видишь, она тоже не хочет в магазин ходить в такую погоду. Никто не хочет выходить на улицу в такую погоду. А Шанти очень внимательно смотрит на Теру и на неё периодически рычит. Гулять? Зая, ну а где, куда ты пойдёшь гулять? Посмотри, какая погода. Там льёт, 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 льёт. Что? А что ты смеёшься? А ты решила заплакать? Актриса ты моя! Актрисунчик! Ей заплакать, расплюнуть. Это у меня так раньше было. Тоже заплакать, расплюнуть. Но и она тоже влог снимает, поэтому... Еда! Еда приехала! Еда! Кира, как всегда, тут всё пооткрывала. Это кто? Кира, а что это такое? Кто-то открывается. Я говорю, это кто? А узнаешь, кто это. А ты открыл? Ну, я не знаю вообще, кто это. Может, Алина. А что со мной так разговаривать? Я не знаю. Я просто отнюю трубку, нельзя. Скоро, перезвоню, не знаю. Открывай! Солнце! Это любовь. Я в шоке. Тихо. Ты же плачешь? Какие она плачет. А я ей говорю, слушай, там кто-то, говорю, мне говорит, открывай. Я спросила, кто? А мне говорят, открывай, сейчас узнаешь. Я говорю, кто-то со мной так разговаривает. Я говорю, открывайте, узнайте. Заходите. Не плачь. Я специально отношусь к твоему, я Артему не сказала, что приеду. Я никому сказала, что я еду в Киев. Ты чего? Боже, ребенок плачет. Ты чего? Она должна меня видеть. Вот это. Она приехала. Ну, все, видишь, приехала. И мою кофту забрала. И Лера приехала. И просто все супер. А я ей сказала, я приеду только завтра. А я спрашивала у нее сегодня. Я как раз говорю, когда Лера приедет. Она говорит, завтра с самого-самого утра. И тут вот тебе, пожалуйста, сюрприз. Как ты мне когда-то сделала ночью сюрприз? Вот она тебе тоже сделала. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты откуда? Сразу же с машины сюда? Фу, не, за что домой? Иди, очки. В рюкзаке. О, хорошо. Мы так и не дошли до них. Я поняла. Еще идет дождь на улице? Да. Блин, я не могу собак выгулять. Из-за дождя. Они все маленькие. Да, они все равно даже в маленькие не гуляют. Шанти же у меня такая капризная. Да, Шанти? Лежи, отдыхай. В общем, у нас гости, как вы поняли. Ты с ним от нас остаешься? Да. Папа говорит. Еще и с ночевкой гости. Ты живешь в них? Ты мне дома не назвал. Круто. Круто. Довольная. А я думала, это еда приехала. Я как раз заказала еду. Такая думала, о, курьер с едой. Нет, это лучше курьера. Значит, еда будет чуть-чуть попозже. Ну, в общем, все. Кирюха счастливая. Кирюха довольная. Вот, наконец-то, моя еда приехала, которую я так давно жду. Будет, будет, чем кормить детей. Вот, куча еды пришла. Ну, в общем, все. Мы голодать не будем, поэтому... Девчонки, тут уже все. Все в тик-токе. Что там такое? Что там такое маникюр? Видишь? Круто. А это можно сделать, знаешь, чем? У тебя есть... Это же кошмар. Это же потом эти лаки сводки, возможно. Возможно. Слушай, ну, прикольно у нее получилось. Ну, не знаю, получится. У тебя есть специальный тинт, который я покупала. Вот этот синий. Он на лак капается, и получается вот такой вот эффект. А тут, да, ну, тут столько лаков. Это, мне кажется, ногти уйдут потом далеко, где они у меня были несколько дней назад. Только восстановились, если столько лаков забросить. У меня вообще посидеть минут 30 в ванной я могла просто снять. Повезло тебе. Повезло тебе. Ладно. Будем кушать. Будем искать, где найти соки капризон, потому что девчонки хотят соков капризона. Дети, я сейчас зашла в интернет, решила посмотреть, в каком магазине можно купить. Может быть, поехать уже в какой-то магазин, докупить этих сока, в общем, куда-нибудь смыться. Но пока еще ничего не нашла. Поэтому сейчас распаковываю все продукты. Кормлю детей и оставляю их в покое. Все, ребят, спасибо. До встречи. Пока. Ха-ха-ха. Лера сказала, что у них уже закончилась школа. Все. В одной школе учатся. У них уже закончилась, а у этих еще нет. И у Киры еще завтра урок. Еще и в четверг урок. Ну, Кирюшин. Пока у них не закончится. Давай потанцуем. Да было летом, не будет? Нет, не будет. Потанцуем. Потанцуем. Последние дни. Тебе осталось сколько? Один урок уже был, второй был. Еще три урока, и все. Три урока дополнительных. Два урока школьных. И все. В общем, все. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока.